Из каждого утюга сейчас можно услышать рекомендации о снижении количества потребляемой соли. Необходимости заменять ее на водоросли, пряные травы, специи, лимон, сок лайма и чеснок. Что соль и сахар это белая смерть. Наше твердое убеждение. А что если соль не такая уж и вредная для здорового человека? Привет, YouTube! Я Светлана Никитчук, дипломированный нутрициолог, практикующий более 10 лет. Вроде бы с солью все уже давно понятно. Ешь ее меньше при заболеваниях сердца и сосудов, почек и суставов. В питании нужно придерживаться лечебного стола номер 10. А что со здоровыми людьми? Насколько обоснованы эти рекомендации? Какие исследования подтверждают опасность соли? Давайте изучим этот вопрос, а выводы делать только вам. Казалось бы, соль что такого? Но это жизненно важное вещество для человеческого тела, которое не производится в нем самостоятельно, а абсолютно все 100% поставляются извне. Говоря, соль подразумевают соединение натрия и хлорида. Натрий поддерживает водный и кислотно-щелочной баланс в организме. Именно такая среда нужна для нормальной работы нервной системы, а конкретно для передачи нервных импульсов от головного мозга к органам и мышцам. Натрий отвечает за транспортировку кислорода и питательных веществ, а также важен для поддержания силы и тонуса мышц. Недаром спортсмены для восстановления пьют не просто воду, а электролитные восстанавливающие растворы, содержащие соль. Знакомый термин – обезвоживание. При диарее и рвоте нечто иное, как дефицит соли и воды в организме. По этой же причине для лечения обезвоживания используют раствор ренгера. Обычная вода не поможет ни спортсмену, ни тому, у кого обезвоживание. Объясню почему. Возьму для примера спортсмена. Тренируюсь. Его организм теряет воду и соль с потом. Если дать ему обычную воду, в которой низкое содержание солей, то объем крови восполнится, но концентрация соли будет минимальной. Хотя спортсмен уже не хочет пить, и мочи у него достаточно. На самом деле его организм все так же испытывает дефицит жидкости. Судороги в мышцах явные симптомы этого. Абсолютно такой же механизм при обезвоживании. Мочегонные препараты, чаи для похудения, также выводят соль и воду из организма. Совсем другое назначение у хлорида. Он необходим для пищеварения. Входит в состав желудочного сока и желчи. Но это не все. Клетки нашего иммунитета не смогут полноценно защищать нас от вирусов, грибков, плесени и кандиды без хлорида. Источником которого вот это. Солонка с обычной солью. Ничем не примечательная вещь на каждом столе. Соль. Это натрий. Неважно, как он назван и добыт. Различают. Поваренная, морская, каменная, ядированная, розовая, красная, черная, адыгейская, калиемагниевая, с пониженным содержанием натрия и так далее. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не употреблять более 4-5 грамм соли в день или более 1 чайной ложки без горки. У спортсменов и людей, чья работа связана с сильным потоотделением, норма выше. Дело в том, что мы теряем натрий и хлорид при мочеиспускании и с потом. По последним данным, объем потребления соли составляет до 12 граммов в сутки. Это 2,5 чайной ложки. Что означает, мы переедаем соли в разы. А как же ею не злоупотреблять? Ведь соль – это усилитель вкуса и консервант. Попробовав хоть раз, невозможно представить блюдо без ее добавления. Не спешите думать, что вас проблема с перееданием соли не касается. Я бы не была так уверена. Объясню почему. Когда вы собираетесь съесть тот или иной продукт, вы, скорее всего, не подозреваете, что он посолен 2-3 раза. Как это возможно? Очень просто. Мы подсаливаем продукты, когда готовим, а они уже изначально содержат соль. Вот вам уже двойной посол. Продукты животного происхождения – мясо, рыба, яйца – без нашего досаливания уже содержат соль. Дальше в продукты пищевой промышленности производитель добавляет соль. Причем ее количество не указано ни на одной этикетке, но очевидно по вкусу, что немало. Ведь соль – это консервант и усилитель вкуса. Съев колбасу или пельмени, вам обязательно захочется еще и еще. Готовые соусы, которые, кстати, относятся к продуктам 2 в 1, в них много как сахара, так и соли. В хлебе и хлебобулочных, кондитерских изделиях для улучшения вкуса также добавляют соль. В ресторанах быстрого питания от души соль от блюда, картошка фри, обилие соуса в бургерах, маринованный огурчик. Мозг запоминает, что это очень вкусно и большое количество натрия обеспечит жажду, что гарантирует спрос на напитки. Но и 12 граммов соли – не предел. Если вы утром завтракаете бутербродом с колбасой и кетчупом, а на обед у вас пельмени или комбо из бестро, а вечером готовите мясо, то, возможно, количество соли за сутки достигает 15-20 граммов, вместо рекомендованных 5. Давайте теперь поговорим об опасности повышенного употребления соли человеком. Каким последствиям может привести пересаливание? Прежде чем разбирать опасность соли, стоит провести четкое разделение между людьми здоровыми и страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек и суставов. Рекомендации по соли будут совершенно разными. Употребление соли несколько задерживает жидкость в организме, что приводит к отекам по утрам. Для здорового человека это ничем не грозит. А вот для страдающего артериальной гипертонии – это провокация гипертонического криза. И других сердечно-сосудистых заболеваний. Но давайте рассмотрим другую сторону в вопросе потребления соли. Это здоровых людей. Всемирная организация здравоохранения призывает снижать потребление соли для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и смертельных исходов, связанных с ними. Из каждого утюга сейчас можно услышать рекомендации о снижении количества потребляемой соли. Необходимости заменять ее на водоросли, пряные травы, специи, лимон, сок лайма и чеснок. Что соль и сахар – это белая смерть. Наше твердое убеждение. А что если соль не такая уж и вредная для здорового человека? Вот, например, в 2018 году было опубликовано исследование в большой группе здоровых людей из разных стран на предмет зависимости возникновения сердечно-сосудистых заболеваний от потребления соли. Акцентирую ваше внимание, это были здоровые люди. Публикация всполошила все кардиологическое сообщество своими результатами. В первой группе, которая потребляла мало соли, смертность увеличилась. Вторая группа со средней нормой соли была самой низкой по смертности. А что же третья группа с повышенным потреблением соли? Не поверите, но вопреки всем предположениям, совсем незначительным увеличением количества сердечно-сосудистых заболеваний. Отмечу, что во всех трех группах соль употребляли больше рекомендованных ВОЗом, то есть более 4 граммов. Ссылку на исследование я прикрепила в описании. Представляете, сколько это наделало шума? Чуть позже, в 2019 году, публикуется результат еще одного 7-летнего исследования с фокус-группой более 450 тысяч здоровых людей, средний возраст которых 56 лет. И что же, никакой взаимосвязи между потреблением соли и частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Невозможно поверить, но эти два исследования опровергают наше убеждение о вредности неумеренного потребления соли и ее воздействия на сердечно-сосудистую систему. Парадокс в том, что снизив соль в пище, мы наоборот подвергаем себя значительно большему риску. И вот почему. Как только снизим или уберем соль из своего рациона, в циркулирующей крови ее станет меньше. Кровь проходит сквозь почки и в них сразу срабатывают определенные механизмы, которые запускают работу надпочечников. Надпочечники вырабатывают и вбрасывают в кровь гормон альдостерон, что приводит к изменению стенок сосудов и увеличению их тонуса, подвижности имеющихся атеросклеротических бляшек. Видоизменяется форма сердца и его работа, снижается чувствительность к инсулину. Доказано, что повышение в крови уровня альдостерона приводит к возникновению и прогрессированию частоты сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и ожирения. Такой спорный вопрос с солью получается. Исследования с одной стороны и рекомендации весомой организации ВОЗ, плюс наши убеждения с другой стороны. Так как же все-таки готовить мясо? Досаливать уже готовое блюдо или в процессе готовки? Вам придется решить самим, в зависимости от состояния здоровья. Соль, как и любой пищевой продукт, может быть полезнее. Остается только знать, как его правильно выбрать. В магазине большинство из нас, не задумываясь, кладет в корзину поваренную соль. Она может быть мелкой, крупной, но это один и тот же продукт, который не задержит ничего, кроме натрия и хлорида. Потому что в процессе производства все полезные элементы разрушились, не выдержав обработки. Если другой возможности, как приобрести поваренную соль у вас нет, то старайтесь найти йодированную поваренную. Но обращайте внимание на дату производства. Чем она дальше, тем вероятность сохранения в ней йода меньше. Слово «экстра» на коробке не говорит о высоком качестве соли. Ищем каменную соль или гималайскую. Ее главный недостаток – высокая цена и фальсификаты. Проверить на подлинность очень просто. Добавьте немного соли в воду. Если вода окрасилась, то вас обманули. Настоящая оседает розовыми крупинками на дно, не изменяет цвета воды. Морская соль также однозначно лучше поваренной. Обращайте внимание на то, что она должна быть органического происхождения и добываться садочным методом. Содержание натрия в ней меньше, а минералов больше, что несомненно полезнее. Какой вывод? Во всем нужна мера. Нет смысла в максимальном ограничении соли, как в ее запредельном употреблении. Не пересаливайте блюдо, если вам рекомендовал врач ограничения в связи с заболеваниями. Увеличьте дозу соли, если вы активно занимаетесь спортом. Собираетесь бежать в марафон, например. Обязательно оставляйте заявку в новом потоке здорового снижения веса нутрициологика. Ссылка сразу под этим видео. Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Диетолог Лана. Это все о соли на сегодня. С вас тык на сердечко. Напомню, с вами была Слава Никичук. Пока-пока.